Небольшой город на севере Казахстана, Петропавловск, неразрывно связан с историей. Здесь когда-то жил Шукан Уальханов, сказочник Петр Ершов, побывали Абалайхан, император Николай, а также британский премьер Уинстон Черчилль. Город, построенный вокруг крепости, превратился в крупный культурный центр, где живут более 200 тысяч человек. Что еще можно узнать об истории и жизни самого северного города страны? Смотрите в нашем выпуске. Петропавловск был основан 266 лет назад, как военная крепость Святого Петра. Его строили около 2000 человек. До образования города губерния служила военным форпостом. Позже город Петропавловск превратился в крупный торговый пункт, куда приезжали купцы. В 2018 году Петропавловск отметил 266-летие. Город назван в честь святых апостолов Петра и Павла. 12 июля ежегодно служится молебен и проходит крестный ход. В церковном шествии принимают участие тысячи горожан. Петропавловск расположен недалеко от границы с Россией. Нередко выпускники школ Североказахстанской области уезжают продолжать учебу в России. Из некоторых школ Петропавловска в соседнюю страну отправляется до 80% выпускников. Петропавловск – город памятников и скульптур. Здесь сохранились уникальные сооружения 19-20 веков. Сейчас большая часть архитектурных памятников города – купеческие дома и магазины. Петропавловск расположен на правом берегу реки Ишима – самом длинном притоке Иртыша. Многие жители города вообще считают свой город самым-самым и имеют полное право на это. Так, Петропавловск находится на самой длинной железной дороге в мире – Транссибирской магистрали. Кроме того, здесь построен самый длинный в мире магистральный водопровод, что отмечено в Книге рекордов Гиннеса. Особые отношения в Северном Казахстане и к лошадям. Недалеко от Петропавловска расположено поселение Ботай. Археологи доказали, что именно здесь, впервые в мире, была одомашнена лошадь. Это произошло около 5000 лет назад. Северо-Казахстанская область – родина классиков казахской литературы. Здесь родились великие Махжан Жумабаев, Габит Мусрепов, Сапит Муканов. Кроме того, здесь провел детство автор всемирно известной сказки «Конек-горбунок» Петр Ершов. Северо-Казахстанская область – единственный регион в стране, где нет ни одного предприятия, добывающей промышленности. Однако, несмотря на это, Петропавловск входит в десятку самых чистых и удобных городов Казахстана. 9 ноября в Петропавловске состоится форум нежрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств. Петропавловску впервые предстоит провести такое масштабное мероприятие. На встрече будут обсуждаться темы развития туризма. Город активно готовится к предстоящему форуму. Областной центр обзавелся новыми зданиями, жилыми домами, открываются новые скверы, реконструированы старейшие здания, расширен городской пляж. Специально к форуму открыли дворец школьников. Петропавловск – город, в котором переплелась культура и история. Здесь жили великие люди, происходили важные для нашей страны события. Сегодня это небольшой, но уютный и очень гостеприимный город Северного Казахстана. Это были 10 интересных фактов о Петропавловске, которые вы могли не знать. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий выпуск. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова